8 обстрелов с начала дня. Боевики не прекращают атаковать украинские позиции на Донбассе. По год огнём сегодня оказались защитники Троицкого, Авдеевки, Красногоровки и Толоковки. Враг применял пулемёты крупных калибров и стрелковое оружие. А возле Павлополя прицельно били управляемыми противотанковыми ракетами. Все подробности узнаем от Игоря Левенка. Эта позиция находится фактически в пригороде Горловки. И солдаты рассказывают, что враг здесь очень активизировался. Вчера вечером противник обстреливал наших армейцев. На протяжении часа солдаты связывают это с окончанием Чемпионата мира по футболу в России. После 15 числа сразу начали потужные обстрелы с их стороны. Около 8 вечера противник открыл огонь из крупнокалиберных пулемётов. Стреляли из нескольких точек. Бойцы утверждают, били прицельно. Поэтому пока свистели пули, пересидели в укрытии. Перетерпели этот час. Выкористали его для себя. То есть выяснили новые точки, где он ввел огонь и все. Но военные уверяют, такими добрыми к боевикам они будут не всегда. То есть при наступном разе, если дадут добро дать ответ, то он получен нагонять по полной. Иногда очень хочется дать ответку. Это боец Ольга. Заряжает пулемёт. До войны девушка работала инженером по технике безопасности на предприятии. Сейчас у неё под рукой вот такая опасная для врага техника. Ольга модернизировала пулемёт, снятый с подбитого танка. Теперь выполняет на нём почти ювелирную работу. Бьёт прицельно на полтора километра. К позициям на той стороне российские наёмники подгоняют боевую технику. Солдаты её только слышат. Что-то было звук техники за Терекона, но это так только. БМПУ, один, бажано, там у нас по доповеди уже есть БТР и что-то такое. Но военные говорят, этого достаточно, чтобы понять намерения оккупантов вовсе не мирные. Из Донецкой области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер.